Своё право на место под Волжским солнцем саратовские лодочники отстаивают вот уже три года. 17 станций хранения маломерных судов находятся на участке, где должен появиться новый отрезок набережной. Владельцы плавсредств всячески пытались остановить строительство пешеходной зоны. Они вставали живой цепью перед техникой, выходили на митинги, грозились перекрыть фарватер реки. Все предложения областных властей, предлагающих им новые места, лодочники отвергли. Ну первый вариант, да, более который всех интересует здесь, вот по тому проекту, который нам презентовали. Ну и второй вариант, мы согласны на переезд, конечно, если нам также, как обещали на всех уровнях, сделают инфраструктуру. И вот оборудуют там мэнлинги для хранения или вот такие же конструкции построят. Найти общий язык с чиновниками лодочники не могут до сих пор. Из-за этого строители не приступают к работе. Срываются сроки возведения нового участка набережной. Активистка Татьяна Сизова попросила Вячеслава Володина найти решение этой проблемы. Здесь не надо проблему одну решать за счет других ради другим. Поэтому у вас, если мысли свои есть, вы поделитесь. Вот мы сядем и поговорим. Потому что на самом деле нужно вам создать те условия, которые позволили бы нам сохранить маломерные суда. По мнению специалистов, вопрос может решить только переезд станции. Правда, для них на новом месте нужно создать инфраструктуру. А это не один миллион рублей. Но лодочники уверяют, впервые за долгие годы у них появилась хоть какая-то надежда. Коренной волжанин Вячеслав Володин понимает значимость маломерного флота. Встречу с лодочниками наш земляк назначил на начало сентября. Ксения Меркалова, Олег Буланов. Новости Телеобъектив. Олег Буланов. Новости Телеобъектив.